С приходом весны у жителей Нерюнгри скапливается огромное количество вопросов как к представителям управляющих компаний, которые обслуживают их дома, так и к руководителям муниципалитета. В этой связи для наиболее тесного и открытого контакта глава города начал проводить встречи с жителями многоквартирных домов. Подробности одной из них далее. Основная цель таких встреч – узнать, как именно люди хотят облагородить свои дворовые территории и самые посещаемые городские места. Напомним, что Нерюнгри – участник государственной программы формирования современной городской среды, предусматривающейся финансирование за счет средств федерального бюджета и бюджета республики. Леонид Олейник побывал уже в некоторых домах. Это очень важная государственная программа. Самое главное, что инициатива должна исходить от жителей. Ни от руководителей, ни от чиновников. Это должны жители определить приоритеты, то, чего они хотят. И вот такой диалог власти с людьми, он должен и он будет теперь постоянным. Встречи проходят на позитиве и в благожелательной обстановке. Леонид Олейник внимательно выслушивает все проблемы дворов, которые озвучивают люди. Среди большинства вопросов множество нареканий поступает на состояние дорог. Зачастую тяжелые машины с грузами проезжают через дворовые территории. Также люди озабочены отсутствием детских площадок именно в их дворах. Поручения по всем вопросам в рабочем и индивидуальном порядке взяты на особый контроль. Можно реализовать любую программу. Они обеспокоены своим домом, своим двором и как им здесь жить. И мы окажем всяческую поддержку для таких инициативных людей. Единственная просьба к самим людям – их личное участие. Глава Леонид Олейник рассказал о том, как будет жить и развиваться в ближайшие годы Нерюнгри, который является моногородом. Предстоят серьезные вливания в развитие малого и среднего предпринимательства, что повлечет за собой создание рабочих мест и инвестиции в человеческий капитал. И с каждым годом в молодом Нерюнгри все больше оптимистов, что в последнее время стало трендом в столице Южной Якутии. Частично решил нашу проблему, но потом началась зима. Трубеева Анна Викторовна очень нам помогла, потому что мы в подъезд заходить не могли. Вот сплошные лужи. Я считаю, что договориться всегда можно. Если по-хорошему, то всегда можно договориться. Именно такое неравнодушие и трепетное отношение со стороны самих людей и позволяет правильно координировать работу городской администрации и принимать верные решения, заручившись поддержкой нерюнгринцев. Встречи главы города с населением продолжаются. Игорь Акимов, Ая Ламосов, НВК Саха, Нерюнгре.